Доброго времени суток! Все, кто смотрит и слушает, меня зовут Абдурахман Магомедович. Я работаю в Тульском областном клиническом онкориспансере врачом-хирургом. Также веду прием пациентов в клинике «Семейная» в городе Тула. Приветствую всех на первой части своего вебинара, посвященному теме капилляров, связи капиллярной сети, формирование патологии и, наверное, разберем некоторые методы лечения, связанные с воздействием на капилляры. Будет у нас также краткий экскурс в анатомию, физиологию, строение человеческого организма. Ну и самое важное, я считаю, здесь отметить, почему при формировании абсолютно любой патологии капилляры играют важнейшую роль формирования этой самой патологии, реагируют тем или иным образом на любой патологический процесс. Значит, про капилляры, да? Что это такое? Это мельчайшие кровеносные сосуды, которые буквально пронизывают все органы и ткани нашего организма. То есть они практически везде являются частью системы кровообращения, они являются частью сосудистой системы, наряду с сердцем, артериями, венами, являются самыми мельчайшими сосудами организма, толщиной примерно с человеческий волос. Был такой доктор первой половины 20 века, доктор Абрам Соломанович Залманов, выдающийся врач, специалист с большой буквы, автор некоторых методов лечения различных хронических заболеваний. Так вот, ему принадлежат такие слова, главенствующая роль в системе кровообращения принадлежит именно капиллярам. Также европейский исследователь Хьюшар такое мнение говорил, что бесчисленными периферическими сердцами являются капилляры в нашем организме. А доктор Залманов, в свою очередь, призывал как бы рассматривать каждый капилляр как микросердце с двумя половинами, артериальной и венозной. Капилляры состоят из так называемых эндотелиальных клеток. Это если мы представим себе трубку, самую обыкновенную трубу, это стенка. Стенку капилляров составляет вот эта эндотелиальная клетка. Они, как правило, имеют однослойное строение, то есть одним слоем клетки располагаются, образуют стенку капиллярной трубки. Толщина, мы говорили уже, да, что она примерно равна с человеческий волос, толщина капилляра. Есть несколько интересных фактов, которые я бы хотел озвучить. Например, то, что капилляризация различных органов и тканей, если мы возьмем, например, кожу, да, если мы возьмем один кубический миллиметр кожи, то под микроскопом можем обнаружить, что капилляризация кожи будет где-то сто сто двадцать капилляров на кубический миллиметр кожи. А если мы возьмем сердечную мышцу, например, то мы обнаружим, что в одном кубическом миллиметре сердечной мышцы около 3000 капилляров. Общая длина капилляров одного человека, если вот их расположить друг за другом в одну длину, общая длина может дважды огибать землю по экватору. То есть настолько их много, настолько они многочисленны. Кровоток в капиллярах определяет состояние артериол и венул. Это сосуды, которые являются следующим звеном после капилляров. То есть капилляры, они переходят в артериолы и венулы. Те, в свою очередь, соединяются, образуя артерии и вены, которые уже более известны широкому кругу немедицинских работников. Вместе они все образуют сосудистую сеть, сосудистую систему. Хотелось бы поговорить про некоторые функции капилляров. В первую очередь они регулируют давление. То есть они имеют свойство суживаться, расширяться. То есть при сужении капилляров будет давление увеличиваться у нас. При расширении капилляров, наоборот, давление будет снижаться. Все физиологические процессы, протекающие в организме, все они связаны именно с извинением просвета капилляров. Также современная физиология, я бы хотел уточнить такой момент, что современная физиология, она уделяет меньше внимания капиллярам, чем хотелось бы на самом деле. Хотя именно в этой части сердечно-сосудистой системы идут важнейшие процессы циркуляции и обмена. Вся сложная, сложнейшая, я бы сказал, система кровообращения, включающая сердце, сосуды, механизмы нервной и гормональной регуляции, созданы для того, чтобы доставлять капиллярами кровь, необходимую для жизни клеток и тканей. А также, соответственно, выводить из клеток и тканей продукты распада, продукты обмена, так называемые метаболиты. По капиллярной сети каждой клетки организма вместе с кровью поступает кислород, все необходимые питательные вещества удаляются в углекислый газ и вот эти самые метаболиты, о которых мы говорили. Различные нарушения обмена веществ в такой идеально слаженной системе, оно приводит к изменению скорости капиллярного кровотока, изменению давления крови, вязкости, концентрации кислорода в капиллярной крови, нарушению капиллярно-клеточного обмена, повышению вредных продуктов обмена и уменьшению питательных веществ. Ну и основной причиной патологических процессов можно отсюда выделить, да, как следствие. Это хроническое нарушение питания клеток. Вот именно при нарушении всех вот этих свойств, которые я перечислил, вязкости, концентрации кислорода в крови, нарушения обмена, все это приводит к возникновению различных патологических процессов. Своевременная доставка кислорода к крови нарушена, заболевание, своевременный отток продуктов метаболитов из тканей и органов нарушена, начинается какой-то патологический процесс. Под действием повреждающих факторов в организме человека развивается и нарушение работы эндотелия капилляров. Это та самая стенка, про которую мы говорили в самом начале, стенка капилляров. Ну и хотелось бы особенно отметить связь капилляров с кожей. То есть есть некоторые зоны на коже, проекции органов внутренних, они связаны между собой. Эта связь четкая, она доказана различными исследованиями, но об этом мы немножко позже поговорим более подробно. Также при возникновении различных заболеваний внутренних органов, таких как острые и хронические воспаления, тромбозы, травматические повреждения, застои, спаечные болезни различные. Все эти процессы приводят к изменениям капилляров в том или ином месте, где идет этот процесс. Мы можем наблюдать, как они отражаются на кожном покрове в зоне проекции вот этих самых органов, где протекает патология. Что касаемо, например, связи внутренних органов с кожным покровом, мы можем, например, наблюдать при заболеваниях, при воспалениях, например, синуситах. Мы можем видеть человека, просто общаясь с ним, можем видеть отечность на его лице. Это как пример. На подобии, по аналогии с вот этим примером, можно как бы говорить о четкой связи между заболеваниями внутренних органов и кожным покровом, которые как раз связаны именно с капиллярами. Некоторые факты, связанные с капиллярами, в утреннее время капилляры сужены, поэтому общий обмен веществ у человека понижен. В осенне-зимний период, например, в капиллярах появляются спазмы из-за стой крови, что является первой причиной возникновения болезни в это время. Спазм капилляров головного мозга может вызывать головокружение, головную боль, повышение внутричерепного давления. Спазм или застой в капиллярах конечностей может приводить к отморожению. То есть мы знаем, что человек, если длительное время находится на холоде при экстремально низких температурах, и он не защищен какими-то, скажем, средствами защиты, теплой одеждой, это может приводить к обморожению конечностей. Капилляры сужаются, кровоток в них нарушается, но и это приводит к оминемению, отморожению и омертвению конечностей. Застой в капиллярах диагностируется также при возникновении мозговых инсультов, при стенокардии, склеродермии, слоновости, так называемый лимфостаз, при хронических воспалениях. Также четко доказано, что мышечная атрофия при заболеваниях суставов берет свое начало от мышечной капилляропатии, то есть капиллярного застоя, снабжения мышечных клеток кровью, питательными веществами. Также здесь хотелось бы отметить нейровегетативные симптомы, то есть это бледность кожных покровов, анемения, потение конечностей, ощущение в них холода, жжение, ползание мурашек, неприятные покалывания, например, высыпание различных пятна. Это все проявление плохой циркуляции в крови и в прекапиллярных артериолах, ну и самих капиллярах, соответственно. Можно сказать еще про развитие язвы желудка и 12-перстной кишки, что тоже непосредственно связано именно с капилляропатиями, с нарушениями капиллярного обмена в зоне возникновения язв. Сюда же можно отнести трофические язвы при таких достаточно тяжелых хронических заболеваниях, как сахарный диабет, атеросклероз сосудов. Ну и таким образом мы видим, что практически каждый патологический процесс в человеческом организме протекает с теми или иными нарушениями капиллярного обмена в тканях и органах. Когда вот такие процессы носят длительный характер, течение, все это приводит к возникновению хронических воспалений, хронической боли, усталости, быстрой утомляемости, снижению умственной и физической выносливости и многим другим известным симптомам. Давайте представим себе такую ситуацию. В каких-то тканях, допустим, в мышцах спины образовался очаг инфекции или, например, человек травмировал спину и в этой области образовалась гематома, сдавливаются окружающие мягкие ткани. Если рассмотреть капиллярную составляющую этих процессов, мы говорим о выраженной отечности в этой области. То есть проницаемость капилляров, она повышается, резко возрастает и наступает отечность. Межклеточная жидкость, количество ее увеличивается и происходит задавление окружающих мягких тканей. В данном случае, как мы начинаем лечить пациента, мы используем различные мази, мы используем различные таблетки, упражнения и прочие-прочие методы лечения. Все эти методы, по сути, сводятся к воздействию на капиллярную сеть, улучшая ее проницаемость, ее стенки для того, чтобы уменьшить отек. Потому что при уменьшении отека уменьшится издавление мягких тканей окружающих, издавление нервных окончаний, в результате чего у человека уменьшается боль, увеличивается объем движения в этой области. То есть те симптомы, с которыми изначально мы начали его лечить, они все отходят. Но сама причина, из-за чего все началось, например, та же инфекция, она может оставаться в этом месте, в межклеточном пространстве, вызывая минимальную отечность мягких тканей, издавление. То есть когда мы годами держим в себе какой-то очаг инфекции, он может не сразу дать о себе знать, а только через некоторое время, там через 10 лет, например, когда уже человек думает, что вроде бы давно уже все вылечил, а почему все еще болит. Значит, причина не полностью устранена. Хотелось бы еще раз повторить высказывание доктора Залманова, знаменитого доктора. Капилляропатии. Болезненные изменения капилляров являются основой каждого патологического процесса. Но без изучения физиологии и патологии капилляров медицина остается на поверхности явлений, а не в состоянии ничего понять ни в общей, ни в частной патологии. Если выразиться более простыми словами, я бы сказал, что доктор имеет в виду, для того, чтобы лечить какую-либо патологию, надо понимать, как устроен человеческий организм, как он работает, как он работает в норме и как он работает при различных патологических состояниях. То есть это очень важно, обращаться к специалисту, прежде чем начинать самолечение. Далее я бы хотел затронуть некоторые методы лечения, связанные с воздействием на капиллярную сеть. И самый простой и самый, наверное, известный всем это самый обыкновенный медицинский и лечебный массаж. Методов массажа огромное множество, они различные. Массаж, он всегда, какой бы ни был, как правило, сводится к одному, к воздействию, чаще всего различными мануальными методами, то есть руками оператора, без применения каких-либо инструментов, непосредственно на кожу. При воздействии к классическим массажам происходит разогревание зоны массажа, ускорение кровообращения, за счет чего мы получаем улучшение восстановления в тканях, устраняем болевой синдром. Преимуществами метода я бы назвал простоту и быстроту выполнения процедуры, улучшение кровообращения, снятие болевого синдрома, улучшение общего самочувствия. Если говорить про недостатки этого метода, наверное, самый главный минус – это отсутствие устранения причины состояния, при котором понадобилось обратиться к врачу. Небольшая глубина воздействия, в особенности на внутренние органы. То есть при классическом массаже, воздействуя непосредственно, например, на мышцы спины, мы улучшим кровообращение в этой зоне, мы уменьшим отечность в этой зоне, уберем какие-то спаечные процессы, возможно, после длительного воздействия. Но и отсюда вытекает еще один минус – это отсутствие длительного и стойкого эффекта. Как правило, массаж приходится делать курсами через короткие промежутки времени, но и многократно приходится делать, чтобы был длительный и стойкий эффект. Воздействие именно на капиллярную составляющую при таком методе, я имею в виду сейчас воздействие на капиллярную стенку, оно весьма ограничено. Я бы сказал, что почти минимальное. И, как правило, такой метод лечения капиллярной патологии, ну, я бы сказал, что он менее эффективен. Да, при массаже он эффективен при различных других заболеваниях, там, опорно-двигательного аппарата. Но в данном случае мы говорим именно про капилляры, поэтому давайте будем идти дальше. Следующая методика воздействия на капилляры, капиллярной терапии, так скажем, это массаж гуаша. Особая техника массажа – гладкими пластинами из натурального камня или других материалов. Небольшим инструментом проводятся надавливающие, мягкие надавливающие воздействия на кожу, на выбранные зоны и проводят по коже, чтобы ускорить кровообращение и обменные процессы, расслабить мышцы, ну и, как следствие, устранение различных симптомов. Преимущество данного метода заключается в большем воздействии на капиллярную стенку. То есть, если мы будем сравнивать с обычным классическим массажем, то здесь идет больше воздействия на капиллярную стенку. Что дает более эффективный результат именно в плане восстановления ткани. Следующий метод лечения капиллярной терапии – это так называемое капиллярное кровопускание. Его еще называют хиджамой. Данный метод заключается в применении баночного массажа в комбинации с минимальной глубины надрезами на коже, после чего создается вакуум над местом надреза в массажной банке. Как правило, баночный массаж, он сам по себе является методом капиллярной терапии, но мы разберем именно метод капиллярного кровопускания в комбинации с вакуумным массажем, потому что именно воздействие на капиллярную стенку при данном методе, оно более выраженное. При установке вакуумной банки, массажной вот этой вакуумной банки, над местом надрезов, мы получаем так называемую застоявшуюся капиллярную кровь в этой области, которая заполняется вот эта самая банка. Вакуум как будто бы вытягивает оттуда застоявшуюся кровь, в результате чего происходит приливание свежей, насыщенной кислородом и питательными веществами крови в эту зону, в результате чего запускается процесс регенерации, что является, наверное, самым важным аспектом при восстановлении в случае любых заболеваний. Преимущества данного метода заключаются в достаточно широком спектре заболеваний, при которых применим данный метод, выраженный лечебный эффект, избавление от хронических болей, усталости, повышение выносливости, опять же, за счет приливания более свежей крови, устранение хронических воспалительных очагов, зон застоя, спазмов, ну и также я хотел бы отметить отличную детоксикацию организма за счет уведения застоявшейся крови в области воспаления, В чем заключаются недостатки данного метода? Это достаточная болезненность проведения процедуры, хотя некоторые пациенты ее переносят достаточно нормально, у большинства процедуры проходит достаточно болезненно. Следующий недостаток – необходимость строгого соблюдения правил асептики и антисептики, как для пациента, так и для оператора, то есть выполнение процедуры кровопускания, капиллярного кровопускания специалистам без медицинского образования крайне недопустимо, на мой взгляд, что нередко встречается в практике. Следующий недостаток данного метода – необходимость правильной утилизации полученной крови в соответствии с действующими правилами по утилизации отходов класса Б. Специалист также должен обладать исключительными навыками для проведения качественных, неглубоких и ровных надрезов, то есть они выполняются скальпелем, стерильным, соблюдаются правила асептики, антисептики, строго причем надо соблюдать. То есть, опять же, берем во внимание, что занимаются этим люди без медицинского образования, ну и отсюда идут всякие осложнения в виде инфекционных, воспалительных заболеваний кожи после процедуры. В целом данный метод отлично подходит для лечения многих заболеваний, в практике даже встречается стойкая и длительная ремиссия при сложных хронических эндокринологических заболеваниях, например, сахарном диабете, гипо- или гипертириозе и прочих, заболевания ЖКТ, дыхательной мочеполовой системы и многих других. Еще один метод, который я хотел бы затронуть, это гирудотерапия, лечение медицинскими пиявками, кто не знает. Весьма эффективный метод при лечении многих заболеваний. Лечебный эффект, как правило, достигается за счет антикоагулянтного действия, то есть, говоря простым языком, кроверазжижающего действия вещества, вырабатываемого пиявками. Ну и отсюда следует, что спектр заболеваний, при которых применим данный метод, он прямо или косвенно связан с тромбообразованием и с его последствиями. Например, могу привести пример, такое состояние, как тромбофлебит, вен нижних конечностей, например, после длительного нелеченного варикоза. Ну и из недостатков метода, наверное, то, что можно здесь привести такие же, как и при случае с капиллярным кровопусканием. То есть, это должен быть специалист, пиявки должны быть обязательно медицинские, специальные. То есть, нельзя брать пиявки, выращенные в домашних условиях какие-то, да? То есть, это все должно строго соблюдаться. Следующий метод воздействия на капилляры – это так называемые скипидарные ванны Залманова. Про доктора Залманова мы уже говорили сегодня, про его некоторые высказывания. Скипидарные ванны Залмановы – метод лечения предложенным доктором Абрамом Соломоновичем. Данная методика получила свое широкое распространение в первой половине XX века. Доктор предложил использовать скипидарные ванны как метод лечения при многих заболеваниях. Ну и они положительно влияют на общее состояние организма. После курса процедуры пациентов отмечается улучшение кровообращения, ускорение обмена веществ, стабилизация кровяного давления. Ну и деятельность капилляров восстанавливается, что самое главное, я считаю, восстановление деятельности капилляров, восстановление стенки капилляров и регенерация окружающих тканей, что является самым важным, на мой взгляд, при любом патологическом процессе. Ну и в самом конце хотелось бы отметить так называемый метод капиллярной терапии, капиллярного массажа по методу доктора Татьяны Алексеевны Таубе. Данный метод имеет кардинальные отличия от всех других методик капиллярного воздействия. По данной методике можно привести не только лечение, но и диагностику заболеваний, что является, наверное, самым основным отличительным признаком, то есть от других методов лечения. Диагностика заболеваний внутренних органов – это достаточно глубокое воздействие при применении этой методики, при которой можно увидеть различные патологические процессы, протекающие в глубине тканей, в органах, которые располагаются достаточно глубоко, например, за брюшином пространстве, поджелудочная железа, к примеру. Ну и, наверное, потихоньку мы будем завершать наш вебинар. В конце я бы хотел сказать, что будет вторая часть вебинара, в которой я подробно расскажу, про метод капиллярной терапии, капиллярного массажа, при каких состояниях его применяют, насколько он эффективен. Расскажу некоторые примеры из практики, как, например, причиной хронических запоров и воспаления стенки желудочно-кишечного тракта мог явиться перенесенный в детстве туберкулез. Или, например, как причиной бесплодия, которая никак не диагностируется у человека, просто все анализы хорошие, инструментальные методы исследования не показывают никакой патологии, но человек бесплоден. Причиной являлся спазм диафрагмы, то есть, казалось бы, абсолютно отдаленные друг от друга вещи, но это все достаточно хорошо прослеживается при капиллярной диагностике и лечится очень хорошо при воздействии именно капиллярным массажем. Я вас призываю не пропустить вторую часть, будет очень интересно. Мой вебинар завершается. Спасибо всем, кто слушал, кто сегодня присутствовал. Надеюсь, всем было интересно. Подписывайтесь, включайте уведомления, как говорится, чтобы не пропустить вторую часть. Еще раз спасибо большое всем, ну и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok